Всем привет! Меня зовут Кристина Саньком и сегодня будет необычное и праздничное видео. Сейчас кто за свободного времени навалом хочет чего-то такого эдакого, праздничного, веселого, интересного и я предлагаю замутить крутую пижамную вечеринку. Это будет девичник с крутыми идеями, которые точно поднимут вам настроение, украсит ваш инстаграм и создадут невероятную атмосферу в вашем доме. Итак, поехали! Давайте теперь определимся с дресс-кодом. Пусть каждый участник вечеринки принесет с собой свою любимую пижаму. Главное, чтобы вам в течение праздника было комфортно и фото получались отличными. Прикольные носочки или плюшевые тапочки, которые фотогенично бы смотрелись на ваших фотках в инстаграм. Будет круто, если каждый из вас принесет с собой маску для сна. Она может стать частью игры или квеста, да и просто будет красиво дополнять ваш образ. Если нет возможности или времени купить, предложите подружкам сделать мастер-класс по созданию таких масочек. Тем более, делаются они ну очень просто. Нам понадобится ткань по типу фетра или фоамирана. Я буду делать форму облака. Кладем шаблон маски, я использую уже готовую, намечаю силуэт и формирую форму облачка. Таких деталей нам нужно две штучки. Берем резиночку, желательно красивую, и прикладываем к одной и другой стороне. Приклеиваем сверху другую часть. Маркером рисуем закрытые глазки, розовые щечки и милую улыбку. Ну просто прелесть, невероятно фотогенично. Не знаю как вы, но я в масках для сна не сплю и использую в основном только для фото и видео. Спать в такой маске я не пробовала, но с уверенностью скажу, что в кадре она смотрится офигенно. Важную роль в организации пижамной вечеринки играет оформление квартиры. Я купила вот такие флажки пастельных цветов. Их можно сделать и самим, вы знаете, что это не сложно. Мы делали такие уже очень много раз. В маге подходящих цветов я не нашла, поэтому в этот раз решила приобрести уже готовые. Они создают праздничную и уютную атмосферу. Это не официальный прием, поэтому важно создать непринужденную домашнюю атмосферу, чтобы все гости почувствовали себя как дома. Подушки, одеяло и даже спальные мешки, все это отлично подойдет. А пледы придадут уют любой обстановке. Настольные лампы Брай или мой фаворит, настенные фонарики теплых оттенков также создадут дополнительную атмосферу уюта. Но не нужно забывать, что это не только домашние посиделки, но еще и веселая вечеринка. Поэтому в комнате должна присутствовать яркая праздничная одноразовая посуда и красивые салфетки. Гирлянды и светящиеся ночники в виде фигурок тоже будут не лишними. Уютный приглушенный свет делает атмосферу более подходящей для такого торжества, но лучше всего фотки получаются именно при большом количестве света. Так что веселиться можно и при ночниках, но когда захотите сделать фото, врубайте все источники света. Пижамная пати равно колыбельная. Как вы понимаете, тут это не работает. Это прежде всего веселая ночевка, которая подразумевает за собой классное настроение. Включите любимый музыкальный канал или радио, можно даже составить подбор любимых треков. Но лично я за музыкальный канал, потому что вкусы могут быть у всех разные, а нам только поругаться из-за неподходящей музыки не хватало. Пижамная вечеринка это не день рождения и не Новый год, поэтому здесь подойдут простые и легкие закуски. Можно сделать попкорн, я насыпаю сухие зернышки в тарелку и кладу на 5 минут в микроволновку. Можно взять и уже готовые. Выкладываем все в маленькие стаканчики или чашки, желательно белые, но у меня были только прозрачные. Рисуем спящих единорожков. Также можно насыпать цветные маршмеллоу, а рожок сделать из половинки переплетенной зефиринки. Нужно только слегка подровнять ее ножницами. Милота. Это не только очень вкусно, но и фотогенично. Не перегружает желудок перед сном, да и вкусно это очень. Можно сделать аппетитные хрустящие вафельки. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем щепотку соли, сахар, ванилин и разрыхлитель теста. Я использую, как всегда, свой любимый миксер от Redmond. Вы уже много раз видели его в моих роликах. Это мой любимец. Отделяем желтки от белков. Желтки соединяем с молоком и размягченным сливочным маслом. В полученную массу всыпаем сухую мучную смесь. Размешиваем массу. Белки взбиваем и вводим их в тесто. Вливаем одну столовую ложку теста в вафельницу. Выкладываем тесто по центру и выпекаем вафельки в течение 5-8 минут. Я также использую мультипекарь от Redmond. Это мой подарок себе на новый год. В прошлом видео, где я показывала, как сделать кэнди-бар, я уже делала там вафельки, но они были мягкие. В этот раз рецепт вафелек именно хрустящий. Ими можно хрустеть и так, или помазать вареньем, медом или шоколадной пастой. Ночью не рекомендую пить много газировки, так что лучшим вариантом будет теплое молоко. Его можно налить в красивые бокальчики и положить в праздничные трубочки. А сверху продеть вафельку. Будет не только что очень вкусно, но и красиво. Можно устроить парад пижам. Каждый гость представляет свою пижамку, участвует в конкурсах и в конце определяется самая гламурная, стильная, самая откровенная пижама и так далее. Всем участникам можно вручить грамоты и небольшие призы сувениры. Мягкие носки, маска для сна, зубная паста и щетка, контейнер со сладостями и так далее. Если гостей для игры мафии достаточно, то смело играйте. Здесь как раз подойдут ваши масочки для сна. Крокодил и много других интересных развлечений и занятий можно придумать для праздничного вечера. Я бы не делала слишком обширную программу, потому что вам все равно захочется поболтать, пообсуждать последние новости, сфоткаться, опубликовать истории и повеселиться. Поэтому двух-трех игр будет достаточно. Плюс в конце для самых стойких можно добавить просмотр любимых фильмов. Например, Дьявол носит прада. Отлично подходит для таких вечеров. Это один из моих любимых фильмов по девчачьей теме. Еще Древные девчонки и Блондинка в законе. Любимые фильмы моего детства. Дневник Бриджит Джонс. А в комментариях напишите свой любимый девчачий фильм. Хочу пополнить свою киноколлекцию. Надеюсь, мое видео вас вдохновило и подняло вам настроение. А если так, то ставьте пальчик вверх, поддержите мой канал и мой ролик. Мне будет очень приятно. Также пишите в комментариях свои идеи вечеринки, как бы вы провели праздник и какую тему вы придумали. Потому что мне идея с вечеринками очень понравилась. Я бы хотела в будущем эту тему развивать и придумывать такие необычные идеи для праздников. Итак, в общем, жду ваших ответов в комментариях. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok